Я вообще, в принципе, я не критикую Мишлен. Я там много чего удивил, но я не буду это рассказывать. Чтобы вы не думали, что у меня какая-то обида. Я блокирую все соцсети, закрываю ему сюда вход. Я просто не хочу его видеть и знать. Понимаете, он же ленивый человек. Он же тревожный, травмированный, ленивый человек. Все-таки вам это нравится. Ресторан, это театр. Музыка создает ощущение ажиотажа у водопоя. Перекрыть улицу Мясницкая. Значит, оставить один ряд. Поставить туда яхту. И перед яхтой поставить бассейн. Я упустила момент, где вы заработали деньги. Мои догадки я оставлю при себе. Музыка. 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 Расскажите нам про Мишлен. Как это было? Как Мишлен приходит в страны? Когда слухи пошли? Когда вы начали готовиться? Вы знаете, значит, как приходит Мишлен. Мишлен, бизнес-модель Мишлена, она основана на том, что Мишлен заключает договор с муниципалитетом. Нашей службе с региональным... С Москвой. С Москвой, да. Вот. Москва платит ему, или любой регион платит ему раз в год абонементскую плату. И они за эти деньги обязаны инспектировать город, выявлять проекты, которые достойны их, по их мнению, быть в этом гиде. И вот так это все и работает. Как мы к этому готовились? Никак. Вообще никак? Нет. А что мы можем сделать? Ну, то есть мы до этого были плохо... Относились, получается, что до этого мы плохо все делали, а тут из-за того, чтобы попасть в гид, надо как-то собраться и начать делать хорошо. Нет, ну подождите. У нас не такой подход. Подождите, смотрите, вот, допустим, я сдаю какой-нибудь сложный экзамен. Да. Это же не значит, что я плохо изучаю предмет, но перед экзаменом я все равно готовлюсь для того, чтобы... Это нет, давайте по-другому. Вот представьте, у вас грудной ребенок, и вы его кормите каждый день, а тут вам приходят и говорят, что кто-то будет оценивать питание вашего ребенка. И вы говорите, о, мне надо получше начать его кормить, какую-то смесь получше купить там, или органические продукты, это вот похоже вот на это. Но как-то под стандарты какие-то вы пытались соответствовать. Нет никаких стандартов. Нет никаких стандартов. Нет. Вот ресторан, например, Chef's Table, который, я считаю, лучший наш ресторан, ресторан «Красота», они не удостоены даже вообще там просто рекомендации. Какой там у них, одному богу понятно, что они говорят. Может, у них просто денег не хватает заходить в такие рестораны, или они не могут букировать их там, за месяц вперед, за два. А то есть это может влиять? Я не знаю, это мои догадки. Я не понимаю, как это работало. А мне ваши догадки интересны, конечно. Как вы на это смотритесь? Мои догадки, ну, мои догадки я ставлю при себе. Я думаю, что у Бензи как бы, ну, когда вот многомиллионный город и много ресторанов, им же кто-то советует, куда идти. Или, например, вот девушка вот эта, которая из Мишлендс сейчас, которая вышла на сцену и сказала, что она всего четыре месяца работает на кухне. Вот это интересно, кстати, да. Как так получилось? Нет, ну вот это здесь очень все понятно. Дайверсити, понимаете? Просто потому что она женщина. Вот сейчас будет, например, вот года через два-три, что обязательно, например, дайверсити должно расшириться, и, например, ну, шеф-повар должен быть обязательно, ну, девушек мы уже прошли, сейчас будет, ну, я не знаю, там, из меньшинств, например. Или черный. Ну, значит, будут в Москве искать шеф-повара вот и туда его как-то инсталлировать. Нет, я вообще, в принципе, я не критикую Мишлендс, потому что мне вообще, если бы ничего не дали, я ок. Ну, пообъясняю, смотрите, для чего нужны все эти? Ну, вам было обидно. Мне не было вообще обидно. Обида и любое чувство, как эмоция, это результат реакции ваших мыслей и ожиданий от внешней среды. Если вы ожидаете получить две звезды, вам обидно. А если вам все равно, вам не может быть обидно. Ну, правда. Борис, я не верю, что вам все равно. А зачем? Смотрите, объясняю, для чего это надо. Зачем нужен гид? Вот девушке, которая в барвихе, ей гид нужен. Потому что у нее ресторан полупустой до этого был. А у нас запись, вот, например, во все три ресторана, где мы получили звезду, недели, что мы больше запихнуть не можем на эти посадки людей. Они не запихиваются туда. Понимаете? Это потешить самолюбие шеф-повару нужно, да. Меня, например, гид Мишленд не нашел для моей жены места. Понимаете? То есть, когда меня приглашали, я написал, говорю, а почему одно-одно лицо? Они говорят, ну, это мероприятие поваров, вот, для вас места нет для жены. Я говорю, тогда я не приду. Они говорят, ну, тогда мы будем думать. И за день они говорят, ну, окей, нашли одно место. Зато для светских людей, которые никакого отношения к этому бизнесу не имеют, там места нашлись. Это все, это достаточно, ну, как бы странная штука. Ну, безусловно, она важна, например, шеф-повару, чтобы сказать, что я мишлендский шеф. Это влияет на его карьеру. Это влияет на его карьеру. Я не мишленовский ресторатор, такого нет понятия. Мне все равно почему-то кажется, что у вас есть какая-то обида. Нет, у меня была обида, единственное, что они не смогли найти место для моей жены. Ну, как-то странно вообще. Ну, а то, что две звезды ни одного ресторатора. Причем мне это пишет не мишлен, а какой-то представитель мишлена из города, которого мишленд нанял для того, чтобы вот в этом только было как-то у меня странно. И вообще-то я не собирался идти, честно говоря. Это, во-первых, это награда шеф-повара. Ну, безусловно, ресторан, но, в общем, шеф-повар. Потому что это, мне нравится, для шеф-поваров. Меня это, честно говоря, ну... Я вот, честно, не понимаю, почему меня должны сильно волновать. Мне было, конечно, вот это неприятно, что они там, типа, за две недели пригласили, а потом 10 дней не могли найти билет для моей жены. Ну, это странно. Что-то еще вас удивило, мишлендик, кроме... Я там много чего удивил, но я не буду это рассказывать. Чтобы вы не думали, что у меня какая-то обида там. У меня удивило, почему ресторан шеф-тейбл и красота не были отмечены вообще. Ну, это странно для меня. Я очень здраво оцениваю себя, свою работу, свои рестораны. Здраво отношусь к этому. И вообще, в принципе, я знаю, что на рынке Москвы. Вот я думал, что вот среди наших ресторанов, звезду имеет право иметь, ресторан шеф-тейбл и красота, а все остальные, которые там, это гурмэ. Вот у меня были такие ожидания. Я туда прихожу, и то, что должно было быть в моей голове гурмэ, нам дают звезду. Я доволен, безусловно, я доволен. А то, что должно было иметь звезду, не получает вообще ничего. Ну, окей. Знаете ли вы, что в Москве есть место, где рождаются чувства? Где можно остаться наедине со своими мыслями? Подумать о чем-то по-настоящему важном? Где замирает время, чтобы вы провели его с теми, кто действительно дорог. Природа окружает его, защищает от посторонних глаз и негативных мыслей. Местные жители не знают, что такое час пик, пробка на дороге, отсутствие свободных столиков в любимом кафе, стройка под окнами дома, шумные соседи. Мы с вами в престижном западном районе, на Воробьевской набережной. Здесь, неподалеку от природного заказника долины реки Сетунь, строится новый комплекс премиум-класса. Хайт от МР Группы. Проект выглядит ультрасовременным и при этом не вычурным. Модный и динамичный снаружи и продуманный внутри. Три небоскреба высотой в 41 этаж. Каждое здание уникально и имеет свое название. Вестдейл смотрит на запад, Риверсайд стоит ближе всех к реке Сетунь, а двор небоскреба Парклэйн окружен зеленью. В каждой квартире высокие потолки 3 с четвертью метра и панорамные окна в пол, из которых открывается потрясающий вид на Воробьевы горы, Москва-сити, МГУ, Москву-реку и Новодевичий монастырь. Здесь есть двухкомнатные лоты евроформата, четырехкомнатные квартиры и роскошные пентхаусы на верхних этажах. Все квартиры с базовой отделкой. Специально для жилого комплекса Хайт была разработана концепция организации общественных пространств LifeSpace. Для удаленной работ есть хоум-офис с переговорными, а для отдыха – терраса зоны барбекю, библиотека и фитнес-зал. Попадаем в комплекс через просторное лобби. Все как в дорогих отелях. Кессонный потолок сочетает классические формы и современный материал. Напротив ресепшн – лаунж-зона, а уединиться можно рядом с камином. Здесь жители комплекса смогут проводить вечера за бокалом вина или чашечкой английского чая. Дизайн придумали специалисты бюро сестер сундуковых. Во всех лобби установлена инновационная система обеззараживания воздуха. Благодаря ламинарным потокам практически полностью уничтожаются все микробы и вирусы. У комплекса своя закрытая территория с круглосуточной охраной. Пройти в здание можно только по биометрии. Здесь действует так называемый «принцип вертикального города». То есть все, что нужно для комфортной жизни, есть внутри комплекса. А это супермаркет, пекарня, аптека, химчистка и детский центр развития. Кроме того, к услугам жителей доставка еды, бронирование билетов, автосервис, колясочные в лобби комплекса, зона для мытья лап домашним питомцам после прогулок и многое другое. Благодаря подземному паркингу с зарядкой для электроавтомобилей, большую часть территории удалось отвести под благоустройство. Ландшафтный дизайн внутренней территории выполнен в естественном стиле, с посреженными газонами и природным амфитеатром. Тут есть зоны воркаута, места для прогулок и занятий йогой. Жилой комплекс «Хайт» удобно расположен недалеко от заказника долины реки Сетунь и Воробьево-Кор. В двух минутах езды – Третье транспортное кольцо, в Пяти – Кутузовский проспект. Специально для любителей велоспорта здесь оборудованы велопарковки и удобный выезд на Воробьевскую набережную. В десяти минутах – Нескучный сад и парк Горького. Больше о жилом комплексе можно узнать по ссылке в описании видео. Объясняю ситуацию. Когда ты формируешь бренд в начале пути, и ты еще не успешен, и не создаешь какую-то глобальную ценность, что у тебя очередь стоит, то тебе важно, чтобы тебя узнали. Но это только для того, вы понимаете, самое главное – не попасть в серотониновую ловушку. Чтобы твоя слава ради славы, слава нужна ради ресурсов. Забирать лучшие площадки, иметь лучших людей в команде, лучшее финансирование иметь. Но когда у тебя это все есть, и ты все равно занимаешься вот этим вот фокусом на славе – это нездоровая фигня. Это злокачественный нарциссизм. Чисти воды. Вот хорошо вы сказали – забирать лучшие площадки, лучших людей, лучшее финансирование. Ресурсы, лучшие ресурсы. Так, расскажите, как вы забираете лучшие площадки? Я не забираю ничего. Как вы привлекаете? Это же прекрасная площадка. Я вообще не ищу площадки. Вот года четыре. У меня нет такой задачи. Все лендлорды приходят с этими площадками. Вот эта площадка в том числе. Вот эта. Они сами к вам приходят? Сами ко мне приходят. Они не выставляют их на рынок. Лучшие площадки на рынок не выставляются у нас. Они как не выставлялись, так и не выставляются. Хотя переговорная сила сейчас перешла к арендаторам. Раньше она была сто процентов у арендодателя. Арендаторы платили там одну-две аренды за то, чтобы им дали лучшие места. А сейчас вообще никому арендаторы за места вообще ничего не платят. Эти площадки иногда там даже на хороших улицах висят. И люди, видимо, к вам тоже сами приходят? Люди идут туда, где они верят, что они могут достигнуть образа своего желаемого я. А что этот переход, осознание, что я могу что-то достичь, это и есть мотивация. Внутренний мыслительный процесс, что я могу с этого состояния перейти в улучшенное. И вы им это даете? Нет. Они видят успешных людей, которые здесь приходят, становятся успешными. Они могут здесь остаться, могут уйти, свое что-то открыть. Это не играет роли. Но они знают, что вот если я сюда приду, есть больший шанс здесь стать известным, стать успешным. Открыть свой ресторан. Все хотят быть шеф-поварами, рестораторами. Но это же вот как раз главная менеджерская задача. Людям возможность раскрыться и показать себя лучшее в себе. У всех по-разному. У кого-то менеджерская задача вообще прятать их. Ну, до 2010 года, поваров прятали до 2010 года. Почему? Я просто ничего не понимаю в ресторанном рынке. Расскажите. Потому что конкурентная среда была очень высокая. Кадров не было. И друг друга вот ты ввесил. Раз. Их сразу хоп. Вот сейчас, смотрите, Виталий Стомин у нас был. Вот его сделали. Его раз сразу. У вас ушли два шефа, да. У нас ушло их очень много. Просто эти последние. И они пиарятся на том, что они от нас. Понимаете? Вот это все происходит вот все равно через нас сейчас. Тоже какая-то есть. Это явно. Ни обиды никакой у меня нет, господи. Их ушло уже сто человек. Они же возвращаются к нам. Как правильно расставаться с людьми, чтобы без обид? Вы научились? Смотрите, я вообще со всеми остаюсь нормально. Расстаюсь. Ну, то есть, когда мы расстаемся, да. Вот там я или там мои там топ-менеджменты делать какое-то выходное интервью, о чем-то договариваемся. И все нормально, если вот у меня есть люди, которые нормально ушли. То есть, ты говоришь, например, окей, ты уходишь. Мы тебе выплачиваем там четыре зарплаты, несколько миллионов рублей там или пять. Ну, давай ты говоришь, что ты не будешь брать сотрудников. Знаете, за деньги выплачиваются, человек уходит, а он сразу начинает брать сотрудников. Я, когда во мне возникает какой-то триггер в жизни, например, ты человека растил, а он вот так с тобой поступил. Я ничего не делаю вообще, ни с кем ничего не ругаюсь. Я сразу триггеры убираю. Я блокирую все соцсети. То есть, все, я не хочу этого человека знать. Закрывай ему сюда вход, я просто не хочу его видеть и знать. Почему он так поступил? Мне все равно. Ну, есть люди, которые уходят, например. У нас много таких примеров. У нас брендшер сейчас Юрий Костарев в Сочи. Он от нас тоже уходил, да. Нормально ушел, поработал где-то, да. Потом пришел. У нас всегда дверь открыта назад. Я бы вполне нормально. Человек, если хочет, пойти попробовать. Я же его не могу здесь удерживать. Деньгами его заваливать, смысла никакого нет. Он должен пройти этот опыт. Деньгами не удержать? Деньгами... Деньги это не мотивация. Деньги это воздух. Абсолютно. Вы начнете думать, что вам воздуха не хватает. А если его хватает, вы о нем не думаете. С деньгами то же самое. Человек движут другие совсем мотивации. Все люди, которые проходят через первичные потребности животного счастья, они переходят все равно в другое место. Там реализация, потоковое счастье, творчество. Вами что сейчас движется? Я занимаюсь творчеством. Это творчество, это создание всего. Ты занимаешься созданием интерьеров, еды, костюмов. Ресторан, это театр. Все те же профессии. И самое главное, что все сотрудники это понимают. Вы рассказывали в одном из интервью, что в основном вам идея приходит в каком-то медитативном состоянии, когда вы где-то на массаже. Нет, это всем. В состоянии не ума. А можете вспомнить какую-то самую интересную идею, которая вам пришла в таком состоянии? Может быть, она даже не была реализована? Да все у меня идеи приходят в состоянии ума. Я не сижу там. Давайте я придумаю, я придумаю. Сейчас надо придумать. Я не знаю. У меня, например, приходит идея, когда я с людьми разговариваю. У меня приходит, когда я занимаюсь какой-то деятельностью или мозговой. Ну, там, не знаю, плаваю, гуляю, в душе стою. Вот у меня очень часто. А сейчас есть какая-нибудь идея, которую вы можете рассказать? Какая идея о чем? Нового ресторана. А, нового ресторана? Тайский вот решили открыть недавно. Ну, пока звучит обычно. Но вы же не откроете обычный ресторан? А мы хотим тайский немножко подкрученный. Я не сомневаюсь, что вы хотите подкрученный. Какие идеи? Да идеи много всяких. Так не вспомнишь. Я все записываю. Я вообще ничего не в голове не держу. Я не могу. У меня миллион заметок. Я все записываю, теги ставлю. А вы к ним возвращаетесь потом? Да, по тегам. Я не терплю менеджмент, который приходит с бумажными блокнотами на совещание. И вот так вот сидит, записывает два часа что-то делает, делает, делает. Потом там три листочка. И потом он даже прочесть не может, что он там написал. Увольняете таких? Это его личное дело. Он может записать, как хочешь. Вы вообще скорый на расправу человек? Нет. Очень тяжело расстаюсь с людьми. У меня двойняшка сестра. И у меня вот это вот привязанность. Серьезно? Да. С людям. У меня накапливается, накапливается, накапливается. То есть я говорю, обратная связь, girling. Обратная связь, обратная связь, не понимают, до свидания. Нет. Я, в принципе, быстро это делаю, если человек делает одну и ту же ошибку. Вот если человек делает 2-3 раз одну и ту же ошибку, до свидания. У меня нет времени, чтобы заниматься коучингом людей, которые не готовы сами каким-то образом. Выход очередного гида «Мишлен» – событие мирового масштаба. Ежегодно издания поддерживают ведущие международные компании. На протяжении длительного времени партнером путеводителя выступает швейцарский часовой бренд «Бланпа». «Бланпа» связывают с миром высокой кухни более трех десятилетий. Еще в 90-х годах прошлого века «Бланпа» принял участие в награждении Поля Бакюза и Жаэля Рабушона титулами «Шефа века». В соприкосновении миров высокого часового искусства и высокой кухни «Бланпа» и «Арт-де-Вивр» – искусство жить – естественно и гармонично. И то, и другое – высокое мастерство, трепетно относящееся к местным продуктам и традициям, и уделяющее особое внимание высокому качеству. Стремление к совершенству, опыт, безупречное чутье и истинная страсть – вот те ценности, которые «Бланпа» разделяет с миром высокой кухни. В 30-х годах мануфактура чутко уловила зарождающийся интерес женщин к различным часовым усложнениям, ранее считавшимся прерогативой мужчин. С тех пор компания постоянно эволюционирует, разрабатывая и выпуская элегантные и сложные женские модели. Часы «Леди Бёрд» – полный календарь, красноречивая тому подтверждение. Стальной корпус диаметром 35 мм обрамляет безель, украшенный 40 бриллиантами круглой огранки. Часы приводят к действию калибр 67-63 с автоподзаводом, оснащенный кремниевой пружиной «Баланса». Это одно из главных достижений часового искусства, с множеством преимуществ над более ранними версиями. Во-первых, кремниевая пружина легче и более устойчива к ударам. Во-вторых, она не боится электромагнитного воздействия. И, наконец, кремниевые спирали обладают идеальной формой, что обеспечивает из-за хронизма работы механизма и точность хода. Часы выполнены в традиционном для «Бланпа» дизайне с календарем. Луна появляется в окошке на отметке 6 часов, в то время как дата указана внутри часового круга стрелкой с красным наконечником. Особое внимание «Бланпа» к детали нашло свое отражение в лике Луны, выполненном в виде женского лица с очаровательной мушкой. Исторически мушки использовались в Европе в XVIII веке в качестве украшения, а их точное расположение на лице несло тайный смысл. Сага о женских часах «Бланпа» неотделима от решительной Бетти Фихтер, которая в 1933 году стала первой женщиной во главе часовой компании. Ее ум и дальновидность проложили путь к созданию ювелирных часов «Бланпа» и способствовали укреплению международной репутации марки. Глубокие и насыщенные цвета «Леди Бёрд» отсылают к ключевым историческим моделям часов «Бланпа». Символ эмансипации, элегантности и успеха часы «Леди Бёрд» произвели революцию в часовом деле в 1956 году, предложив миру самый маленький круглый механизм того времени. Компания славится уникальными моделями и сложными механизмами. Взять, например, турбион-карусель. Турбион и карусель – два основных устройства, предназначенные для компенсации влияния гравитации на работу механизма. «Бланпа» – единственный в мире бренд, соединивший эти два усложнения в одной модели. Удивительные сходства и различия механизмов, их завораживающие вращения притягивают взгляд. Две независимые каретки связаны между собой дифференциальной зубчатой системой, которая передает среднюю скорость обоих регуляторов на индикатор времени. Наружная заводная головка позволяет взводить оба барабана одновременно, причем степень завода будет одинаковой. Благодаря этому часы получают исключительную точность и практичный семидневный запас хода. Сапфировое стекло на задней крышке корпуса обеспечивает великолепный обзор этого уникального механизма, а также позволяет видеть индикатор запаса хода. Подробнее о новинках и уже признанных моделях швейцарского производства вы можете узнать по ссылке в описании видео. Когда в Москве начал появляться файн-дайнинг на самом деле? Мне кажется, вы практически отец-основатель. Ну я не могу так говорить. Ну один из. Потому что отец-основателем файн-дайнинга надо назвать все-таки Анатолий Ком. А это за несколько лет до того, как я это занялся, пионером был он. Я ранний последователь. Хорошо, вы ранний последователь. Когда у вас начал появляться... Которые, как обычно, собирают все сливки. Это правда. Когда у вас начал появляться файн-дайнинг, помните ли вы это, как вы к этому переходили? Как вы принимали это решение? Нет, вообще как бы параллельно с Анатолием Комом я был инвестором в нескольких ресторанах, где работал Дмитрий Шушаков. Там управлял мой партнер. Ресторан «Чайка» на Марктистской. Был в «The World 50 Best» попал тогда. Он не «50» попал, он был в 99-е место. Но эта тема была уже тогда. Началась, что вот как бы... Шеф-повар должен фронтить с гастрономией, а не ресторатор с тусовкой. И просто потом Дмитрий Шушаков, там были сделаны ошибки. Потом параллельно Анатолий Ком я смотрел, что там не получается. И когда попало себе вот это вот помещение, вот это в Айтребе, там вот оно сзади завалит. Вон в Айтребе, если вы видели. Помещение позволяло совершать ошибки. Оно было настолько фантастически архитектурно интересным, интерьером. И как бы зрелище, которое все-таки каким-то образом могли компенсировать ошибки. И было желание сделать там гастрономию. Вот появился Владимир Мухин. Как вы его нашли? Как вы познакомились? Это было в 2012 году. Да. Зимой. Где-то в феврале месяца. Мы открылись с Константиновым Ивлевым. В 2011 году. Ваш был, да, сначала шеф? Ну, он был тогда самый известный русский шеф, и мы с ним не сошлись по нашему видению прекрасного будущего. Вот он ушел в телевизор, а я вот рестораном занимаюсь. Вот, и через 10 месяцев работы я принял решение, что нам надо расставаться. Вы приняли решение? Ну, уволил его простым русским языком. Вот, и в 2012 году я начал искать молодого амбициозного шефова с новой культурой, незатуманенными мозгами с советской вот этой вот культурой воровства, потому что тогда, ну, все же воровали в Советском Союзе в ресторанах. Вы поэтому с Ивлевым расстались? С Ивлевым я расстался не поэтому. Вы тоже просто сказали про культуру. У нас разные культурные ландшафты с Константином, понимаете? Софт-скилл разные были на тот момент, сейчас я не знаю. Хотите сказать, что он не умеет общаться с людьми? Я ничего не хочу сказать про Константина Ивлева, знаете, мне неинтересно это комментировать. Про Мухину? Значит, вот, появился, да, Владимир Мухин с похожим ценностным ландшафтом и убеждениями, которые у меня. Вот, он работал в кафе Булочное на Курской, еще в кафе Мытное, работал там уже лет 7 или 8. Да, я туда пришел, он когнит, мне все понравилось, он вышел, там, какие-то были комплименты, все, там, очень интересно, здорово. Ну, я ему предложил работать, он две недели думал, а потом согласился. И вышел шеф-поваром на зарплату в ресторан White Rabbit в 2012 году, по-моему, 1 апреля. Ну, что это такое? Даже дату помните? Я помню дату, потому что у меня достаточно были такие неприятные, значит, на тот момент воспоминания о выходе Константина Ивлева. Я вот поэтому помню этот вот. Кортизол формирует в 10 раз мощнее нейронная связь, чем какие-то гормоны счастья, нейромедиатор. И вот с Владимиром Мухиным шаг за шагом за, там, 9 лет мы построили, что сейчас имеем. Он партнер. Почему вы выбрали его? Вы как-то вот ходили, я не знаю, пробовали? Да, я ходил, смотрел, пробовал на разных ребят. Ну, во-первых, у него очень мощная, ну, надо всегда оценивать разные вещи. Первое – это профессиональные компетенции. Профессиональные компетенции повара – это умение и знание, там, соусов, технологии обработки продуктов. И третье – технологии работы на кухне. Понимаете, вот есть рестораны, когда, например, известные шеф-повара, которые писали книжки, там, например, про узбекскую кухню или про что-то еще. Их берут с ними, делают рестораны, и ресторан заваливается. Потому что готовить из-под ножа и выстраивать технологический процесс конвейерного производства продуктов – это конвейерное производство. Здесь есть несколько цехов, заготовки, конвейер идет, все это должно быть продумано. Это совершенно разные вещи. Профессиональные – это вот эти вот, это умение выстраивать технологию, умение соуса. Владимирич знал, у него была отличная база, потому что у него там реально папа-повар, бабушка-повар, дедушка, там, все повара были. Потом, ну, его управленческие компетенции достаточно были высокие. Он управлял все-таки двумя ресторанами, не понял, что не с такой проходимостью. Вот, но все равно как бы умение управлять людьми. То есть готовить вкусно – это не равно уметь готовить в ресторане, и уж точно не равно управлять людьми. Ну, и третье – вот его ценностный ландшафт. Ну, для меня это первично. Сейчас будет вопрос блондинки, извините. А что нужно прийти и попробовать в ресторане, чтобы оценить шеф-повара? Чтобы вот понять, что заказать? Самый простой блюд. Салат из заказов коридор? Ну, если вы придете на завтрак, попросите белковый омлет. Нет, ну, я же знаю, ну, как бы у меня высокая насмотренность вкусовая. Я как бы еще до этого много путешествовал. Я как бы еду люблю. Если вы много пробуете разного, понимаете, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, понимаете, как пример, если вы будете в Шато Марго пить, там, Ла Тур и Романа Конти, и никогда не будете пробовать плохое вино, вы его всегда отличите. Вот и все. То есть если вы понимаете, там, как должен быть борщ, там, выглядеть, котлета хорошая, там. Если, почему я оцениваю базовые вещи, человек не умеет готовить базовые вещи, мне интересно, как он умеет выкладывать на тарелки, там, и рассказывать какие-то истории. Ну, наверное, оливье бессмысленно заказывать, он везде одинаковый. Нет, это не так. Нет? Нет, нет, нет. Вообще оливье совсем не одинаковое. У меня насмотренность. Если я понимаю, это вкусно, это невкусно. Здесь не хватает того-то, я это могу понять. И, наверное, понять могу здесь ошибка сделана, там. В оливье какой майонез использовали, что туда положили, чего больше, чего мало, как они правильно нарезали, там, и так далее, и тому подобное. То есть у вас какой-то особый вкус, я так понимаю. У меня особый вкус, это у... Есть такие люди, у них, знаете, есть... Я понял, это Владимир Мухин парфюмер у нас, я не парфюмер, нет. Это все насмотренность. Расскажите про родителей, про детство, чем увлекались. Кто ваши родители? Я в Москве родился. Чем я увлекался? Да я, слушайте, я с 74-го года рождения, что там, в 6-7 лет уже на улицу выпускали гулять. Самостоятельно. Это правда. Ну, я... У меня было заброшенное перед домом, разрушенное здание, мы по нем лазили. Были крыши, мы там что-то... Ну, такое обычное дворовое детство. Мама врач была. У меня не было папы, отчим появился... Я не знаю точно, я не помню, лет в 5 где-то. Тоже врач. Скоро как учились, что-нибудь... Я троечником был. Троечником? Да. Ну, правда, я после 8-го класса, ну, после 8-го советского класса, сейчас какие-то уже там 12-11 лет, поступил в лицей при МИФИ. Вот. Я его окончил, я помню, у меня было 13 троек в аттестате. Ну, поступил в МИФИ, вот, бросил его, правда, после 2-го курса. Ну, перестройка началась, все такое. Решили бизнесом заняться? Да. Так, рассказывайте про 90-е. Что там было? Было очень весело, интересно. Чем торговали? Всем. От пуховиков, ну, я вообще начал первое, это в школе, когда учился. Сигареты мы перепродавали. О, боже. Одноклассникам продавали? Нет, мы не одноклассникам, мы покупали сигареты, тогда были сигареты по талонам, мы их покупали в палатках, на 50% дороже. И потом еще где-то 50% прибавляли и продавали на рынке азербайджанцев, на Бамск. Это было лет 16. Хорошо заработали? Ну, рубли 10 могли заработать. Ну, вам вообще в 90-е удалось какие-то деньги заработать, которые вы потом вложили или нет? Это был ваш первый бизнес, или какой вы считаете первым? Сигареты? Первый бизнес. А первый такой, более-менее, институализированный, скажем. Вообще первый бизнес, если считать, это где-то 96-й год, обмен валюты. Тогда банки продавали лицензию. Можно было у банка купить лицензию, это было официально. Ты мог открыть обмен валютами, но нет. И у вас был прям пункт обмена валютой? Слушайте, а это не был криминальный бизнес? Мне было страшно. Любой бизнес в 90-х был криминальный. А в ритейле вообще любой. Ну, валюта, мне кажется, особенная такая, не? Ну, наверное. И хитро улыбнулись. Как вы оказались в ресторанном бизнесе? В ресторанном бизнесе я оказался в 2003 году. Меня пригласили проинвестировать в ресторан один. Проинвестировать? В зон начинался. Да. Я упустила момент, где вы заработали деньги. А рестораны не стоили тогда столько денег, как сейчас? Это не миллионы долларов были. Сколько? Тогда мы переделывали ресторан, это стоило 1200 долларов. Это же приличные деньги по тем временам. Но это и сейчас приличные деньги для кого-то. И для меня тоже это сейчас приличные деньги. Там был ресторан, мы его просто переделывали. Там кухня была, все было. Так на чем заработали-то? Ну, работал, копил. На всяком. У меня был ландшафтный дизайн, там какие-то палатки, я помню, мобильные связи. Что там только не было. То есть все-таки с 90-х что-то успели. Ну, это не было такого, понимаете, это не накопление было. Уличный ритейл. Но это не я один дал эти 200 тысяч долларов. Вы были только инвесторами, вы не занимались операционным управлением еще. Вы просто дали деньги и ушли. Нет, я дал деньги. На стройке уже было понятно, что управляющая компания ворует. И мы ее выгнали. Перед открытием, за месяц, за открытием. Так вы стали ресторатором? Ну, по большому счету, да. То есть вам пришлось заняться этим самому? Мне пришлось, нет, я не хотел этим заниматься. Мне пришлось заняться, это оказалось какой-то тихий ужас. Потому что это реально производство полного цикла, там, с технологическими картами инвлекционными, там, с сервисом, с прямыми продажами. Это ужас оказался какой-то. И мы это быстро продали, через полгода продали. В два раза дешевле, чем это деньги. И я сказал, что я больше не буду заниматься рестораном. Но через два года появилось помещение, маленькое помещение, 160 метров. И мы решили открыть для себя кафешку просто. Ну, как бы, там, не знаю, там, какие... Предпринимательский зуд, назовем это так. Мотивировал это сделать. Гештальт незакрытый. Незакрытый гештальт, да, давайте так. Это был ресторан на буфет на Таганском кругу, но он закрылся через четыре месяца. Тогда они отрайдерили и нас выгнали. Тогда опять деньги потеряли? Нет, тогда удалось там выкрутить деньги. Ну, а заработать удалось? Нет. Слушайте, вы упорный человек. Нет, я просто как бы выводы делаю из ошибок, я не бросаю. Ошибка это бросить дело, потому что ты ошибся. И потерять внутреннюю мотивацию и уверенность в себе. Вот это самая большая ошибка. Вы выкрутили деньги каким-то образом, сделали какой-то вывод из этой ошибки. Да, открыли потом второй буфет на улице Солженицыно, которая работает до сих пор. Но меня там нет. Я вышел тут год-два назад. Ну, потому что он совсем там уже стал. Я не управлял им, я там был мой партнер. И вот на этом третьем ресторане вам, наконец, понравилось? Мне не понравилось на третьем ресторане. Просто в 2009 году вот площадку White Rabbit сдавали, и от нее отказались все. Она была предложена всем. Всем кому? Рестораторам? Ну, всем рестораторам города Москвы, известным, малоизвестным. И мне предложили ее в самом последнем. Ну, то есть они уже искали каких-то там, вот был буфет там, какой-то ресторан. Ну, и, видимо, они уже обзванивали каких-то, ну, совсем там, малоизвестных ребят, и вот предложили мне вот это помещение. Я зашел, мне очень понравилось помещение. Я же понимаю, что мы же продаем эмоции. А эмоции – это впечатление от совокупного и архитектурного. Таких нет помещений в Москве. И не будет. Таким образом получается? White Rabbit – это ваш первый ресторан, в котором вы управляли? Да, да, да. У меня был накопленный гигантский опыт ошибок. Моих и моего партнера. Почему вы не занялись какими-то другими бизнесами? Ну, шесть лет. Я просто оказался в нужное время в нужном месте. Вот и все. И был еще какой-то у меня опыт. Это всегда так. Ну, вот, может быть, если бы я оказался там в какой-то другой ситуации, ну, может, другим бы бизнесом занимался. Вот как я слышу то, что вы говорите. Шесть лет вы набивали шишки. Вам это не нравилось. Но вы все равно продолжали этим заниматься. Это было такое созерцание, набывание шишек. Потому что я там не управлял прям так что-то. Вот в Пуазоне я управлял. Пуазон вы его называете. На французский манер, да? Ну, мы его так называли. Тогда были еще популярные эти духи. Я помню, они у нас даже делали презентацию. Нет, это было вообще вот Пуазон, что мы там делали. Например, мы перекрыли улицу Мясницкая. Я помню. Вы можете сейчас представить. Перекрыть улицу Мясницкая. Значит, оставить один ряд. Поставить туда яхту. И перед яхтой поставить бассейн. Вы можете представить? На улице Мясницкая сейчас дом 13. Ну, это просто арест сразу. Ну, вот в 2005 или 2004 году это можно было сделать. Это была какая-то реклама, да? А, и там купались. Нет, это была вечеринка у нас такая. И купались модели там на этой яхте. Ну, то есть, это просто. Было интересное время. Прекрасная история. Все-таки вам это нравится. Нет, чем я сейчас занимаюсь, это мне очень нравится. Это хобби мое. Хобби – это быть учеником. Вот я сейчас учусь. Чему учитесь? Всему. Во-первых, здесь творческая составляющая очень большая. То есть, надо быть в тени трендов в дизайне, ну, во-первых, в еде, в менеджменте. Ну, во всем. Ну, и при этом, как бы, ты создаешь миссионную очень работу, ты очень много благ создаешь для людей, для большого количества. Каждый день у нас там сейчас десятки тысяч человек. Миссионная – от слова «миссия»? От слова «миссия». Ну, то есть, компании же делают не обязательно для того, чтобы денег зарабатывать. Там же какой-то все-таки миссия какая-то лежит. Ваша какая-то миссия – людей кормить, развлекать? Развлекать, создавать впечатление. Вот у ресторанов, которые были в начале 20 века, там, и в середине, и, наверное, даже во второй половине, в первой, второй половине, первой, третьей четверти 20 века, там все-таки, наверное, миссия была накормить. Ну, парадигма все-таки это никуда не уходила. Голода, болезней. Ну, может, Соединенные Штаты там более-менее стабильно себя чувствовали. А так-то более-менее весь цивилизованный мир, он так, годам, наверное, 60-70-м только оправился. От этого всего парадигма поменялась, и начали появляться вот эти вот файндайнинг-ресталены. А так раньше особо там не до файндайнинга людям-то были. Расскажите про Гвидон. Зачем вам 150 сортов шампанского там? 142. Извините. Гвидон... Там сложно все очень происходило. Там была сначала другая концепция совершенно. Но потом оказалось, что в доме... Во дворе будет строиться дом. А у нас была очень большая летняя посадка там. Мне нужно было переделать концепцию с чека 3000 рублей или 2500 в 7. Вообще Гвидон – это такой образ русского современного успешного человека. Ты кому-то помог, тебе кто-то потом помог. У тебя какие-то старшие товарищи появились. Дядька Черномор с богатырями. Ты уже потом ничего фактически не делаешь. Спать ложишься, с утра хоп, все готово. Ну и такое, хотелось создать ресторан-праздник, которых уже сейчас нет фактически. Немножко кичи собрать такой. Куда девочки могут одеваться. И где все будут себя чувствовать нормально. Ресторан-праздник. Очень похоже на то, что говорит, извините за такое сравнение, Татула про свои детские кафе. Немножко другой сегмент, но она тоже там пытается делать праздник. Но для детей. Это понятно, что есть рестораны там, даже в Италии там Тартария, Астерия, во Франции Бразерия, в России были там эти Трактиры, Корчма, там тоже разделение было, куда люди вечером одеваются, а где они каждый день едят. Сейчас очень много харчевин в Москве. Горыныч харчевничествовал. Куда люди приходят в любой одежде просто поесть. А это вечерние рестораны, куда надо одеться там. Вот это вечерние рестораны, вот вайт-рэйт вечерние рестораны. Там днем народа нет. Там даже некомфортно себя чувствовать, если твой образ не соответствует. Мы же среды создаем для определенных сегментов, в которых эти сегменты чувствуют себя уютно. От света, музыки, от всего. То есть музыка в ресторане Горыныч, музыка в ресторане Сахалин, совершенно две разные концепции. И люди, которые ходят сюда, они там просто не могут себя находиться. Зачем в ресторане музыка? Музыка создает ощущение ажиотажа у водопоя. Ну, когда шум, понимаете, то приходишь там, даже если ты ничего не понимаешь, слушай, ну тут дышь. За границей тоже музыка в ресторанах бы была. А там везде была бы эта музыка, просто в Европе это очень дорого. А у нас отчисления, там, вот эти какие-то самообразовавшиеся есть организации полгосударственные, которые со всех получают какие-то денежки небольшие. Типа потом эти денежки распределяют между композиторами, музыкантами. У нас все эти треки, которые играют, они все законные. Никогда не задумывался о том, что музыка может создавать ажиотаж у водопоя, если оказалось, что она мешает? А нет, смотря какая у тебя цель. Если у тебя харчевня, то музыка должна мешать, иначе ты будешь сидеть там часами. Ну и потом же музыка, это все-таки как бы у каждого своя, это от субкультуры зависит. Вам она, безусловно, будет мешать, особенно если вы в какой-нибудь минимал технику попадете, громко играющий. Потому что это не ваша музыка. С музыкой можно как и собирать людей? Например, в ресторане Горыныч музыка является барьером на вход определенного сегмента людей. Какого? Ну, назовем это тяжелый люкс. Люди, которые не употребляли экстази или MDMA, никогда не были на Ибице, и которым за 50 лет им электронная музыка вообще непонятна. А это тяжелый люкс? Ну почему? Нет, я же не сказал, люди, которые старше 50-ти. Тяжелый люкс мы сейчас не будем разбирать. Нет, я просто пытаюсь понять, как вы... Кто относится к тяжелому люксу в городе Москве? Нет, я просто... Но есть некоторые сегменты, которые мы, например, видеть у себя не хотим. Например, люди, которые любят кальян. Назовем их так. Они могут прийти, например, вот сесть в десятером за шестерку и чай пить сидеть. Это неприятно, когда громко сидящие люди рядом сидят, разговаривают не на русском языке. И у них еще есть и пистолеты торчат. Как при помощи музыки вы их пытаетесь... Создайте даже при помощи сервировки скотертева, их можно убрать, им некомфортно сидеть здесь. Им самим некомфортно. А когда громко музыка играет электрон, они не могут тереть. Не могут решать там свои вопросы. А еще какой тип людей вы у себя не хотите видеть? Нет, мы хотим видеть всех. Но только если мы создаем кальянную, мы хотим видеть там людей, которые любят кальяны. То есть мы создаем кафе для девочек, мы создаем все, чтобы там были девочки, молодые девушки. Но какие-то вещи мы ставим. Вот у нас, например, в ресторане ши, на грудные такие штучки с радугой у нас здесь. И разные люди совершенно там стоят за ручки, вот так держатся. Барьер для кого-то. Кто там не должен быть? Это вы все лично придумываете или как? Ну, мне кажется... Это профессионально. Для меня это очень сложная какая-то техника. Это дизайн мышления, это надо учиться этому, это наука. Как сегментировать, как создавать ценностные упражнения, как создавать бизнес-модель, как выстраивать CJM по убиранию болеев. Это просто надо учиться. А вы учились дизайн мышления? Я много чему учился. Дизайн мышления, Ди Стэнфорд, да, я учился. В Москве, правда, есть. В Москве, да? Сертифицированный, да, Ди Стэнфорд. Дикольно. Я много чему учился. Чему вы сейчас учитесь? Инвестирование в фондовые рынки. Зачем? Ну, когда у вас есть свободный кэш, вы можете его передать какому-то фонду, и непонятно, что он там делает. Или можете сами сейчас чуть-чуть там как-то. Особенно, когда вот такой рынок волатильный. Вы меня сейчас прямо вот удивили до глубины души. Мне кажется, это какая-то такая очень профессиональная сфера. Не проще ли кому-то просто отдать? И потерять. Или он вам даст на том, что можно заработать? Вы не умеете разбираться в людях, иначе бы вы не построили такую компанию. Вы какие-нибудь фильмы смотрели про фондовый рынок? Ну, там же, он же по барабану на тебя вообще. В каких людях? Если фондовая какая-то там компания, она управляет там пятью-десятью миллиардами долларов, ну, где там твой миллион долларов, он что для тебя вообще? Или там твои 200 тысяч? Ну, вот сейчас вот, нет, понимаете, это же не вопрос, что я этим профессионально буду заниматься. Но бывают в жизни моменты, вот сейчас, например, было, прекрасный момент, когда можно просто 40-50 годовых было поднять. И даже хороший фондовый менеджер, вот у меня такой, он сейчас вот мне сделал 40% годовых. Ну, я понимаю, но мне самому интересно в этом разбираться. Потому что даже когда ты профессионально даешь этому человеку задание техническое, чтобы ты как хотел управлять, чтобы как управляли твоими деньгами, ты же все равно подтверждаешь, это брать, это не брать, это вот сюда. А если ты в этом ничего не понимаешь, ну, ты в какой-нибудь фонд вложишь, у тебя вырастут, потом упадет там, ты будешь сидеть там, ну... Я вам хочу сказать, эффективнее всего инвестировать в индекс. Об этом есть большое количество научных публикаций сделано, давно доказано, что ни один управляющий вам индекс не обыграет. Поэтому... Там какая доходность? Десять? Пять? Мне это неинтересно вообще. Я догадаюсь, что вам интересно 40% в годах? Да, вот у меня нет, 30% вообще. Вот на таком рынке, небольшой. Это не значит, что я сейчас в стабильном каком-то стагнирующем рынке буду просить 30-40, даже там не буду этим заниматься. Что для вас означает быть предпринимателем в России? Быть предпринимателем. Ну, во-первых, иметь гибкое мышление. А при этом идти на просчитанные риски. Уметь создавать команды в первую очередь. Приснимайся, он же ленивый человек. Он же тревожный, травмированный, ленивый человек. Вы сейчас про себя. Это про всех. Ну, наверное, я тоже такой. Травмированный, тревожный, не ленивый в каком-то смысле. Хотя, наверное, я не ленивый все-таки. Самое главное – это уметь создавать команды и находить людей. Ну, и уметь создавать ценность, безусловно. На шару уже не работает. Сейчас. Вам никогда не хотелось уехать из России? Вот знаете, мне никогда не хотелось уехать из России. Вот сейчас мне еще больше не хочется уехать из России. Почему? Ну, потому что мне здесь нравится. А что именно? Вы знаете, вот, ну, просто я сравниваю, что здесь и что там. Там, ну, я не вижу там никаких преимуществ. Вот эта псевдодемократия, которую нам, типа, там заливают. Я имею в виду там. Ерунда. Все везде одинаково. Глобально. Где-то закон работает на каком-то уровне, где-то нет. А глобально везде все одинаково. И лучше там не будет точно. Ну, мне, Василий Васильевич. Кому-то там, может, лучше. Да, может, климат лучше где-то. А, климат? Ну, конечно, дело, хотелось бы, что сейчас вот мы в окно смотрели. Здесь была не вот эта черная Москва-река, а лазурный берег какой-нибудь с песком. Ну, пока что я нахожу себя в мегаполисе более комфортно. Мне нужно движение. У вас же есть какое-то количество ресторанов за границей? Ну, что-то есть, да. Я хотел бы там развиваться, но я точно не хочу туда переезжать. Это однозначно. А есть у Вас какой-то план по международной экспансии уже? План сейчас есть, но для того, чтобы там развиваться, нужна сформированная команда. Это первое. А рестораны нужны еще, площадки. А в тех странах, где я хочу развиваться, ну, так же, тот же Дубай, там такая высокая конкуренция, что вы площадки просто не найдете. Вы можете ее угодно строить, планы, но площадку там можно полгода искать, например. Хорошую. Планы, конечно, есть. Куда вы идете? Какая у вас цель? Чего вы хотите? Где-то в конечной точке. По философски немножко вопрос. Вы знаете, мне кажется, вот сейчас только инфо-цыгане могут рассказывать, куда они идут. Какая цель в такой вот трансформации? Может, через 10 лет чипы в голову всем вставят, и мы будем счастливы ходить подключенные к неосфере. Как я могу устраивать, куда я иду? Это, ну, это фантазии какие-то. Поделиться фантазиями. Вы хотите услышать у меня классическую фантазию, как я сижу в гамаке с внуками кудрявыми, похожими на детей древних греков, а они бегают вдоль песка, у меня тут барчик какой-то. Мне кажется, это не ваша фантазия. Это не моя фантазия. Да нет вообще. У меня фантазия, чтобы работать как можно дольше и быть в трезвом уме. Вот моя единственная фантазия. Вот если я отпущу движение вот это, вот для меня вот подходит тема про движение, потому что когда что-то создаешь, это даже не про деньги. Потому что, ну, это про то, что когда ты что-то создаешь, ты в таком творческом потоке, ты получаешь удовольствие. Это не про деньги. Мне вот это заставляет. То есть вы все-таки в сертониновой ловушке. А? Вы все-таки в сертониновой ловушке. Нет, сертонинная ловушка – это когда тебе нужно признание. Мне не нужно признание. Сертонинная ловушка – это когда вы зависите от чужой оценки. Постоянно. И вы что-то делаете. Вот, например, шеф-повара некоторые. Вот если взять некоторых ребят сейчас вообще в мире. Человек сидит в одном ресторане и досиживает лет до пятидесяти, пяти. А потом у него что-то в голове происходит. И он готовит один сет. И его главная цель – улучшение места в рейтинге The World Fifty Best. Вот есть такие. Ну, просто там практически 50% таких людей. И вот ты с ними разговариваешь, что ему 50 лет. И ты вслышишь, а сколько ты денег зарабатываешь? Он говорит, да я вообще в ресторане практически ничего не зарабатываю. Я жил на рекламных контрактах. И у меня их тысяч на 200 в год. Ну, потому что в Европе, например, рестораны – это не бизнес, это самозанятость. Там налоги, таксы, там все. И вот у них они зависят. Они люди соревнуются там на звезды, на эти. Мне вообще все равно, какое место в Fifty Best. И я вот себя я так настраиваю, и вот про звезды. Мне вообще все равно. Я не хочу просто себя настраивать, а потом нервничать. Дали мне звезду, не дали там нашим ресторанам. Кролик там 30-е место, 18-е, 13-е. Я считаю, что вообще там, то, что мы там находимся, это просто какое-то чудо. Кто, по вашему мнению, хороший ресторатор в Москве? Их очень много. Кто лучший? Кроме вас. Мы сейчас вас выведем из этой выборки. Я не считаю себя лучшим ресторатором. Да, поэтому я и предлагаю вам вывести вас из этой выборки и оценивать, чтобы убрать конкретно интересов. Однозначно, у которого можно учиться, тот же Аркадий Нак. Бесконечно можно учиться, просто находясь с ним рядом. А если поддерживаете какие-то отношения? Да, у нас же есть с ним партнерство. Не, мы с ним даже дружим. То есть у нас очень хорошие отношения. Многому я научился у Рапопорта Александровича. Ну, просто наблюдением, что он делает, как он делает, как он упаковывает. Кто еще? Ну, вот Лаки Групп сейчас молодые ребята. Молодцы. Какие еще? Ну, я в основном наблюдаю за границей. Ну, я не вдохновляюсь здесь, в Москве здесь. Нечем вдохновляться для меня. В каком городе вы вдохновляетесь? В любом новом. Последний город, в котором вы вдохновились? Вы понимаете, у меня это поставлено профессионально. Я не еду никуда без программы. Я выстраиваю программу, и я не запоминаю. То есть у меня столько всего. Вот я вижу что-то, я сразу хоп, это вот сюда, в группу отправил. Все, я забыл. Я сейчас был в Париже, был на выставке Морозова, был на выставке Репина, был на выставке платьев Терри Мюглера. За два дня я был на четырех выставках и посетил четыре ресторана. Там столько всего, у меня тысячи фотографий. Я уже понимаю, какие костюмы я буду делать для нового ресторана, для одного. Там много всего, там много. Я могу вдохновиться редиской нарезанной. С чем-то, там вот сейчас я видел новое блюдо для меня, вот редиска с батаргой и цедрой лайма. Космос. Фото, в группу, вводим, срок недели. Вот вдохновение, оно же не обязательно должно родиться, вот прям идеей, оно может потом прийти. Я потом возвращаюсь к этим фотографиям. Вот я сейчас был во Франции, до этого был в Анастердаме. Я вот в октябре был в Бельгии, в Голландии и во Франции. Завтра еду в Италию. Вообще много путешествуете, да? Я не могу здесь быть больше, там, трех недель в месяц. Очень много стресса. Это очень стрессовый бизнес. Не нужно перезагрузиться. Оторваться, иначе я... Можно сгореть тут. Ну и как бы, я люблю путешествовать. Это семья для самого большого. Отдых. Отдых, вдохновение, работа. Вот я выстраиваю все прям каждый день. Куда? У меня все по программе. Вот с 10. Вот сейчас я ездил 5 человек. Вот у меня все выстроено, я выстраиваю для всех, понимаете? А они то выпили, то встали в 12, то в час. А я так не могу, у меня все по плану, понимаете? Вас это расстраивает. Нет, меня это не расстраивает, меня расстраивает. Ну, конечно, иногда меня расстраивает, они там, давай пойдем там. Ну, в принципе, я уже, честно говоря, даже мне это не доставляет удовольствие. Мне не доставляет удовольствие, когда с утра что-то не в фокусе. Вот я, например, сейчас, что меня вдохновило? Перед вылетом в самолет, я поехал, у меня был вылет позавчера из Парижа, в 6 вечера. Я поехал, самый большой антикварный рынок в Европе, в мире вообще, в Париже есть. Там прям микрорайон, несколько рынков, там разных. И вот там просто гулять, я там купил несколько вещей себе, в ресторан купил. В Вайт Ребете скоро появится такая лестница деревянная, 19 века, 4-х метровая. Мы мне бутылки вот так поставим, будет очень красиво, шторок раз. Вот здесь вот, кстати, за углом картины висит. Это японец-художник живет в Мексике, и у него такой микс Японии с мексиканскими, там. Очень прикольно, у меня несколько работ выездил, туда пришло. У меня много чего в ресторанах висит, кстати. И какие-то работы даже есть дорогие. В ресторанах висит. 50 фил. А что это было? Это был шкаф. Шкаф? Ну, да, такой арт-объект. Дома стоит? Нет. Уже не стоит. Я продавал квартиру одну, я ее продал со всем, что в ней было. Вам не жалко? Нет. Я вообще к вещам не привезу. Вообще. Я вообще жил в съемных квартирах. У меня до сих пор квартирах, но она у меня есть, но я там даже... Мне комфортнее жить в съемном. Ну, правда, вот дом у нас сейчас, жена вот у меня. Надо дом, надо дом. Пришлось построить дом. Я не люблю привязываться к вещам. Вообще. Ни к чьи, никаким. Ни к машинам, ни к одежде, ни к чему. Потому что это рап-лампа становится сразу. Вот дом у меня сейчас. Я рап-лампа. А так мы жили там. Причем мы квартиры снимали такие там по 400 метров. И это вот просто математику считаешь ей все время. Ну, вот смотри, вот мы эту квартиру купим сейчас. Сделаем ремонт. Вот мы ее будем отбивать 40 лет. Зачем нужно? Ну, вот, знаете, у меня жена дом хотела, да? Вот мы живем в ней два года. Она уже подумывает переехать в город. Я говорю, я сейчас тебя убью. Я тебе говорю, я еще туда даже не все. Еще пустые стены есть там, ковры. Не, я не люблю привязываться. Но это нужно, потому что семья там, да, я понимаю. Она говорит, а если с тобой что-то случится? Страхуется. Потребности базового уровня по маслоу. Это у всех так. Ну, у кого-то их вообще нет, потому что у них в детстве закрыты. Потребности физического тела, если ты в детстве закрываешь, безопасность там, это все, что у них вообще их и нет. А если ты жил в однокомнатной квартире в шестером, они тебе надолго могут быть. Вы про себя сейчас? А, я не в однокомнатной квартире. Не, ну мы жили в квартире, то есть мы жили с родителями, с бабушкой, дедушкой. Я с сестрой жил, да. Ну, все как-то жили. Нет вообще ощущений, воспоминаний о каком-то бедном детстве? Нет, у меня не было бедного детства. А вообще-то даже деньги не было. Мы в Советском Союзе с вами, да, родились. Да, не было перед глазами примера богатства. Все были одинаковые. И у меня не была такая семья, что прям какие-то у меня там, ну нормально зарабатывала, мама там 250 рублей получала. Ну, то есть как бы, я помню, когда я в школе учился, вот это вот, это было 16, 89, 90, уже начали заезжать вот эти все товары. Я помню, я себе купил джинсы и кроссовки. Причем кроссовки были New Balance. Тогда. И были джинсы. Левис. Я в них ходил, вот в кроссовках и джинсах, каждый день. Причем я их стирал сам. Руками. Руками. А у нас не было машинки еще тогда. Я даже помню, знаете, я сейчас скажу, где-то было в восьмом классе, ну тогда вообще какая-то жопа была в стране, ну с одеждой вообще. И я помню, что я нашел телогрейки, которые не простегивали, вот так не прошивали. То есть они были как, они выглядели как будто куртка. Ну то есть она реально, говорю, она нормально выглядела, то есть не было вот этой вот прошитости, понимаете, вот этой, то есть она была вот такая вот. Я ходил в телаге, вот я на сынцеву смотрю, он вообще другой. Вообще, то есть, но он гораздо, если сравнивать его тогда со мной, он вообще другого уровня, совершенно гораздо выше уровня, и развитие, и все. Мы так были такие все-таки, серенькие немножко. Но это, кстати, я считаю, что ограничение ресурсами это мотивация как раз к тому, что многие достигают успеха. Поэтому сейчас стараемся как-то очень ограничивать его. Искусственно. А, ну искусственно, да, ну потому что. Не, ну во-первых, он у нас на бординг уехал рано, в 11 лет я его отправил. Он в Оксфорде учился, в Дрэгоне там, поступил туда. Молодец, конечно, очень талантливый мальчик. Сам поступил. Ну туда нельзя. Ты, конечно, можешь сделать донейшн, ну то есть и то через кого-то, это как-то надо очень сложно решать, но если он тебя... То есть если там, грубо говоря, есть там большой конкурс, и все сдали по 18 баллов, например, там получили, и ты делаешь донейшн, то тогда твоего ребенка, а вот так вот типа у всех 18-го, а у тебя 16-го, это там не заработал. Не, он сам поступил, он отлично учится до сих пор. Он потом перешел в Кингс-Кентеберри, это самая старая школа в мире. Полторы тысячи лет в школе. Она как Гарри Поттер, прям она готическая, вот этот храм, все эти здания там отдельные. Ему очень нравится, отлично учится, молодец. Она отлично прям учится сам. Я никогда не делся ни до того, что... Там, наверное, дисциплина, да, какая-то суровая? Ну, там жесточайшая дисциплина, жесточайшая. Там до 13 лет им выдавали телефоны на один час в воскресенье. Там такая занятость, что ты вот с утра встал в 7 утра, в 9 утра окончил, и еще хочешь сам идти пойти спать. Там время только было у них в чуть-чуть в субботу и в воскресенье свободное. И как бы вот у него переоценка полная произошла. Вы такой суровый отец. Я суровый, я вообще не суровый. Ну, а мне жалко, мальчика? Мне бы было жалко, честно. Детские слезы, счастье взрослой жизни. Народная еврейская пословица. Нет, он просто, ну, если бы он тут остался, я и девочку сейчас отправлю в 13, правда. Там есть двери, 11, 13, 16. Переходы из школы в школу. Вот, Маша, через 4 года сейчас они этим готовятся. Там прям сильно, он начал готовиться сильно заранее. Но вот они сейчас тоже сейчас у них. Как готовились? Вы нанимали каких-то преподавателей? Или какие-то специальные системы? Нет, смотрите, это зависит от того, во сколько ты входишь. Если ты входишь в 11 лет, там два экзамена, математика и английский. Вот они сейчас занимаются у меня. И пятилетняя занимается английским языком с преподавателем. Ну, вообще свободного времени нет. А человек к этому просто привыкает. Он не видел, как по-другому бывает. То есть у него даже выходные, у него нет свободного времени. То есть у нас плавание, шахматы, рисование, английский, музыка. Вот у Нины пять лет ей. А кем бы вы хотели видеть своих детей? У вас есть какой-то план для них? Нету. Я им точно ничего не буду передавать. Интересно. Почему? Знаете, я тут читал исследования о людях, которые выигрывали миллионы долларов. Самый лучший вариант – это два с половиной года возврат к тому, кем он был. Все остальные заканчивали еще раньше или в психушках, или в наркологических книгах. Когда ты что-то даешь вот так вот, к этому надо быть готовым. И человек должен пройти этот путь самосовершенствования, познания себя и поиск себе своего таланта, раскрытия его, создания ценностей для других. А если ты на него вот так вот сваливаешь, можно прожить как, ну, как бы, даже если ты умело будешь этим распоряжаться, но это же все, это барьер на развитие, на личную трансформацию, на самосовершенствование. Зачем тебе что-то делать, если у тебя все есть там? А что собираетесь сделать со своим состоянием? Кому куда передать? Ну, слушайте, ну какое у меня состояние? Я же не нефть этого. А какое, кстати? Вы считали? Я никогда не оценивал его. Нет, послушайте, у меня немало свободных денег. Потому что, во-первых, я сам инвестирую в свои рестораны. Вот. Ну, если же сейчас вот попытаться это что-то продать, ну, наверное, там, что-то там несколько десятков миллионов долларов. Ну, что я буду с ними делать? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.